Как гласит старая русская поговорка, незваный гость хуже татарина. Справедливости этого утверждения Юрий Соловьев убедился лично. Придя с работы домой, он увидел следующую картину. Металлические ворота гаража срезаны, крыша разобрана, в стене большой пролом. Именно через него пристав и рабочие проникли на частную территорию. Все семьи утром, как обычно, ушли на работу, а где-то в 18.20 приехал домой, увидел, что здесь посторонние люди на территории, порядка там 9 человек было. Попросил представиться, кто они, что они не говорят. Единственное, кого узнал, это был пристав. О том, что гараж будут сносить, по словам Юрия Соловьева, семья не была поставлена в известность. Присутствие незваных гостей на частной территории зафиксировало камеры видеонаблюдения. Сначала неизвестные разобрали забор, затем практически полностью снесли крышу. В гараже находилась машина, ее выкатили, металлические ворота спилили. Посторонние хозяйничали почти 10 часов. За это время владельцу гаража никто не позвонил. Я полагаю, что это его пищу беззакония. Называется это «Злоперпение должностными полномочиями». Часть 2, статья 286 УК РФ. Теперь на смежной с гаражом стене дома появились трещины. Юрий Соловьев опасается, что добром это не закончится. Свои права хозяин гаража будет отстаивать в суде. Готовится исковое заявление о возмещении вреда, который ему причинили. Вместе с тем, по словам судебных приставов, решение суда о сносе самовольно возведенного гаража Юрий Соловьев должен был выполнить еще полтора года назад. Должнику у нас неоднократно предъявлялось требование об исполнении решения суда. Должник привлекался к ответственности за неисполнение решения суда в виде засекания исполнительского сбора. 1 марта 2013 года судебный пристав у нас зафиксирован факт того, что взыскателям была привлечена сторонняя организация для сноса вот этих строений, которые необходимо было снести самому должнику. Адвокат Юрий Соловьев оформил обращение в Следственный комитет. Кроме того, написано жалоба на действия судебных приставов. Меры принудительного исполнения по данному производству пока отложены. Судебным приставом будет вручено еще раз требование должнику о проведении необходимых исполнительных действий. Ему будет предоставлен срок. После истечения этого срока судебный пристав совместно с понятыми должен будет зафиксировать факт совершения либо несовершения таких либо определенных действий со стороны должника. Если должником не будет исполнено решение суда, тогда судебный пристав будет решать вопрос о привлечении должника к административной ответственности. Если гараж не будет разобран добровольно, его хозяину грозит штраф от 1000 до 2500 рублей. Каким бы несправедливым казалось решение суда, его придется выполнить. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ, Иваново.